Люди, которые пишут, что лучше бы я купил промышленную машину, лукавят. Они готовы покупать нитки Мадейра, Гутерман. А, пусть будут вот эти бытовые машины, ну, для непрофессионалов. Если вы там шьете на заказ, то нужна обязательно промышленная машина. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И по наполненности этого стола вы, наверное, догадались, что сегодня вас ждет обзор машины. Это не простая машина, это швейно-вышивальная машина Бернина Б590. Я ее тестировала. Пятое изделие я уже сейчас на ней шью. И мне есть что сказать, у меня уже есть некоторые впечатления. Здесь не будет сухого обзора о наполненности машины, о каких-то ее функциях. О наполненности машины, о ее функциях от человека, который более технологически подкован. В плане разбирается больше в Бернинах, в целом в машинах. Потому что я буду обозревать со стороны портного. Я портной. И эту технику создают для меня. Но люди, которые ее создают, люди ее, которые продают, они знают, конечно, больше про функционал машины. Имеется в виду, как это, что называется, как работает. Я вам буду рассказывать такой бытовой язык портного. Если вам интересно посмотреть какой-то функциональный обзор, я оставлю ссылку в описании на обзор, который смотрела я. Знакомясь с этой машиной, обзор опубликован был на канале Барра. И, собственно, там я и взяла эту машину. Это магазин в моем городе, который продает машины Бернина. Ну и не только, насколько я знаю. И в том числе отправляет эти машины в другие города доставкой. У меня достаточно большой опыт в шитье. Я шила на разных вообще машинах. У меня богатый арсенал его опыта пошива на различной технике. Начиная от промышленных машин, на которых я училась. Я училась в техникуме на портного. Там мы учились только на промышленном оборудовании. Прямую строчку, оверлок, обмотывание петель. Вот такие машины. Я знаю, как с ними работать. И я с ними работала и знаю нюансы. Я затрону тему, почему мне надо сравнивать машины эти, опираясь на свой опыт по шиве на промышленной машине во время обучения. И также работала в цехе по производству вечерних свадебных платьев. Дома я всегда работала на бытовых машинах. У меня была как самая-самая простая машина, так и более навороченные варианты. И последняя машина, которая у меня была, это Pfaff Ambition 610. Немножко сравню ее с Берниной. Многие там в комментариях писали про то, что не окупится машина, сколько надо шить и так далее. Это швейно-вышивальная машина. Нужно иметь это в виду. То есть не нужно сравнивать швейную машину с швейно-вышивальной. У нее огромный пласт, шитье и отдельный блок с вышивкой. Это, конечно, сильно удорожает машину. И вышивкой можно отбить, мне кажется, очень быстро машины. Поскольку вышивка сразу удорожает все-таки изделие. Потому что изделие становится более индивидуализированным, более дизайнерским. И, конечно же, не стоит сравнивать, в общем-то, швейную машину с швейно-вышивальной машиной, у которой имеется швейно-вышивальный блок. Я тоже о нем снимала шорт с распаковку. Можете пройти и посмотреть. После обзора этой машины будут выходить видео, как мы будем пробовать вышивать на этой машине. Досмотрите это видео до конца. В конце вас ждет приятный сюрприз, который, думаю, вас порадует. И, кстати, по поводу ниток. Да, многие тоже волнуются, переживают, спрашивают. Нитки? Какие же нитки берет эта машина? Я не готова покупать нитки Мадейра Гутерман для шития. Ребята, я в пятое изделие сейчас шью. И вот я не хочу вам врать, просто покажу, потому что я сейчас шью шорты льняные, лилового цвета. И у меня здесь стоят вот такие нитки. Это обыкновенные нитки Дортак. Китайские, плестеровые, обычные нитки. Может быть, это, конечно, там кто-нибудь напишет, ну как же шить на такой дорогой машине такими дешманскими нитками? Как мне на вискозу, кстати, написали, что ну не гоже на такой машине вискозу шить. Я шью, могу себе позволить. А вышивку, вот, рекомендуется делать более качественными нитками. Мадейра, Гутерман, Аврора. Они должны быть предназначены для вышивки. И, собственно, они должны быть качественными, чтобы вышивка была качественная. Вот. Машина прекрасно шьет нитками Дортак. Идеал, я не знаю, никаких проблем я не наблюдала. Это игла, тоже обычная стандартная игла. И, кстати, в наборе, при покупке машины идет наборчик игл Бернина. Вот мы пришли в бар, и, собственно, я там пробовала уже шить на этой машине. Мне было безумно страшно, но безумно интересно. И впоследствии, когда уже машина приехала ко мне домой, и я ее распаковала и начала шить, я поняла, что, знаете, вообще ничего страшного, если разобраться. А разобраться несложно. Я сначала, конечно, обалдела немножко с толщины инструкции. Думала, так, я разобью инструкцию на несколько дней и буду ее изучать там по 10 страничек в день. Это так не работает, потому что вот какая у вас проблема, вы столкнулись с какой-то задачей или проблемой, вы открываете как бы книгу на той задаче, которая вам нужна, и выполняете эту задачу. Например, там первый раз заправить нить, первый раз намотать нить, или, например, установить вот эти всякие штучки-дрючки в шкафчик вот этот специальный. Я не знала, как, и тоже пользовалась инструкцией. Например, петли тоже. Кстати, посмотрите, шортс про петли отдельно снимала. Какие петли к какому изделию подходят, смотрю, залазиваю. Смотрю, какую строчку мне лучше выбрать. Но в целом, знаете, еще многие детали помогает машина сама. У нее есть швейный советник, который помогает, в принципе, разобраться в каких-либо строчках, какие они там нужны для какого изделия. Большая часть этой книги на самом деле занимает вышивка. То есть здесь есть декоративные строчки и описание декоративных строчек. И также здесь есть вот дизайны готовых вышивок, которые вот можно вышить на этой машине. И они уже готовы, имеется в виду. Вот прям и знатную часть вот этой книжки занимают они. Если вы когда-либо вообще шили на машине, а я думаю, что если вы покупаете такую машину, то вы имеете опыт в пошиве. Машина не отличается особо сильно от интерфейса ее, заправка. Не отличается особо сильно от других машин. Все, в принципе, интуитивно понятно, если вы шьете. У меня уже машина готова к шитью. Я настроила ее так, как мне удобно. Я сделала все так, как мне удобно. Здесь я установила столик. Личная зона для работы. Еще мне очень понравился вот этот органайзер для шпулек. Здесь находятся четыре шпульки. Эта шпулька в машине находится. Такой удобный очень органайзер. И мне нравится в этих шпульках тот факт, что они больше обычных, к которым мы привыкли. То есть они шире. И намотка у них значительно больше. Знаете, еще такой факт, кстати. Машина предблаговременно предупреждает, когда у вас заканчивается нижняя нить. Это, знаете, как в автомобиле, когда предупреждают, что там у вас заканчивается бензин. Вот так и здесь пропал тот романтизм, когда мы шьем пятиметровую строчку и только под конец замечаем, что у нас закончилась нитка в шпульке. В комплекте также идет вот такой шкаф. Здесь хранятся лапки. Это очень удобно. Шкафчик еще имеет такой отсек. Здесь у меня масло, игольная пластина. Вот эта пластина для прохождения каких-то утолщений. Отвертка и игольная пластина. Игольная пластина одна для шитья установлена, а вторая для вышивки. Конечно, в комплекте еще идет педаль. И сразу скажу, что педаль гораздо круче педали на моей Fav Ambition 610. И вообще в целом на многих машинах эта педаль гораздо удобнее. Во-первых, она больше. Примерно такая педаль на промышленных машинах. Ну, бывает, что на промышленных машинах это прям огромная такая площадка. Ну, да, бывает. Но вот эта вот педаль очень удобная. У нее достаточно плавное нажатие, плавный ход. Она очень такая увесистая, хорошо закрепляется на полу, не елозит, не ерзает во время шитья. Очень удобная. С помощью педали мы можем настроить, запрограммировать машину так, чтобы при нажатии пяткой на педаль иголка либо поднималась, либо опускалась. Педалью гораздо круче управлять и гораздо удобнее. Так же, как и вот эта штука. Потрясающая просто вещь. Это большущее преимущество этой машины перед другими разными машинами. Это тоже штука от промышленных машин. Просто могу выделить в промышленных машинах некоторые плюсы. И вот эта штука, это как раз является тоже некоторым плюсом промышленной машины. Это коленоподъемник. В видео про распаковку этой машины я поняла, что немногие вообще поняли, что это такое, как этим пользоваться. Это гениальная вещь, которая освобождает вам руки. И у вас нет необходимости вообще каким-либо образом, кроме колена, поднять лапку. Это очень удобно. Если еще настроить вот эту иголку, то получается, что вы шьете, и руки у вас задействованы минимально. То есть, все делается ногой. Не нужно докручивать там маховик, не нужно там подлезать и поднимать лапку. Вы просто управляете машиной одной ногой. Вставляется, кстати, коленоподъемник. Очень просто устанавливается вот в это вот отверстие. Очень удобно. Просто поверьте мне, установите один раз, пошейте пару дней, пошейте три дня, и все. И вы не сможете жить вот без этой штуки. Это безумно удобно. Еще в комплекте идет вот такая лапка. Кроме вот всех прочих лапок, здесь это, ну, соответственно, для выметывания петель автоматических, однорожковая лапка для реверсивных стежков, для вышивки. Ну, в общем, различные лапки. Достаточно много в комплекте. Также идет вот такая лапка BCR. Для нее идет целая инструкция. Я ей не пользовалась. Насколько я знаю, эта лапка предназначена для квилтинга. Это, конечно, произведение просто искусства. Для этой лапки идет целая инструкция отдельная. Выглядит она вот так. Очень внушительно. Похожа на какой-то стоматологический аппарат. Вот. Очень интересно, конечно, было бы попробовать ее, хотя я билтингом не занимаюсь. Давайте включим машину. И сразу мы видим экран. Я не знаю. Тут, конечно, машина рабочая, поэтому как бы ляпсяные бывают, тут отсвечивают. Поэтому очень извиняюсь, если вам это не нравится. Я, конечно, старалась тут все убрать, но у меня не получается. Машина включилась. И самое первое, что бросается в глаза, очень яркая подсветка рабочей поверхности. Здесь есть две лампы. Здесь и вот здесь установлено. Очень хорошо освещает пространство. Не нужно какого-то дополнительного света. Столик вот так можно убрать. И, собственно, машина приходит в таком виде. У нее металлическая станина, естественно. И машина, конечно же, обшивается корпус пластиком. Пластик такой очень прочный, толстенький и очень приятный. Здесь вертикальный челнок. Обычно горизонтальный челнок чем удобно, то, что ты видишь сматывание нити. И тогда в таких случаях пластина, игольное вот это пространство, оно может быть пластиковым, как у меня как раз было на Fav Ambition. Здесь же, как я уже говорила, сматывание нити не имеет никакого значения, поскольку машина предупреждает, что нити осталось там немного, и нужно намотать. Поэтому нет смысла лезть там, проверять и смотреть на пластине. В комплекте также идет стилус. Вы его не потеряете, он устанавливается вот сюда. Вот стилусом можно управлять, выбирать стежки, управлять машиной. Но можно и рукой, пальцем. Не знаю, насколько это правильно, но можно. Есть такая возможность. Давайте нажмем на домик. Это, в принципе, вот начало, да, такое, когда мы можем выбрать, что, какие операции мы сейчас будем выполнять, швейные или вышивальные. И, собственно, если мы шьем, у нас все установлено для шитья, мы можем нажать шитье, строчки различного характера, например, прямая строчка, основная строчка, и информация о ней. С помощью вот этих многофункциональных колес мы можем менять ширину стежка. Ну, например, если вы там забыли, что колесо хотите вручную поменять, то нажимаем на циферку, и вот здесь можно изменять ширину стежка. И, предположим, нам нужно шить там с каким-то отступом, например, в один сантиметр. Вот эти кнопки меняют положение иглы. Крайняя правая, крайняя левая и середина. Если мы шьем зигзаг, то вот этим многофункциональным кольцом мы можем увеличить ширину зигзага максимально до 9 мм. Ну, и, соответственно, уменьшить минимально до 0. И также мы можем сделать его либо уже, либо шире, вот такой прям размашистый. То есть, одна строчка, и сколько вариаций различных, мы можем для нее подобрать на свою задачу, которая перед нами стоит. Различные другие строчки, в том числе строчки, имитирующие оверлочный шов здесь есть. Видимо, достаточно много декоративных строчек. Ну, вот это швейные тематики, декоративные строчки. Можем перейти еще, например, во всякие там флористические тематики. Дизайн тоже можно каким-то образом менять. Вот, видите, то есть сделать его более размашистым или более таким собрать его и получить вот такую вот, например, веточку. Всеми любимые петли. Их здесь 16. Плюс еще обтачивание кружочков вот таких. То есть, это для каких-то, например, декоративных там вырезов. Там, я не знаю, для шнура, например. И мы можем там обтачать этот вырез. Петлей много под любой вообще случай, под любой вкус и цвет. Как петли там для верхней одежды, для изделий, да, из плотных тканей, пальтовой группы. Опять же, выбирая какую-либо петлю, мы можем менять ширину ее. То есть, да, под пуговицу, сюда пуговицу вставляете, меняем ширину. Мы можем менять в том числе ширину разъема, да, то есть увеличивать разъем или наоборот уменьшать разъем. И в том числе мы можем делать более, например, такую структурную петлю. То есть стежок будет идти очень-очень близко и петля будет прям такая выпуклая. Либо наоборот, мы хотим, чтобы петля была такая более воздушная и сделать из нее, можем вот так вот ослабить, и петля будет более такая воздушная. То есть, опять же, одна петля и сколько возможностей. Более подробно про петли я рассказала уже в шортс, поэтому переходите, смотрите. Здесь есть вот такой вот вопросик, это швейный советник. То есть, например, мы можем нажать вопросик и какую-то зону выделить, и он нам расскажет вообще, что, как и почему. Теперь мы можем посмотреть, какие здесь есть. Здесь есть различные алфавиты, которые уже загружены, то есть, да, что-то там вы можете вбить, там Даша и там вышить. То есть, да, уже готовая вот как бы картиночка настроить. Ну, ребят, это будем разбираться с вами уже в моменте, когда будем вышивать. Я покажу, собственно, чему научилась. И в машине также есть готовые решения вышивки, которые вот вы можете выбрать и там уже вышить непосредственно готовое какое-то решение. Это регулятор скорости. Очень удобно, когда вы только начинаете шить, поставить на минимальное, и как бы вы не давили на педаль, в общем, машина всегда будет иметь достаточно медленный ход. И увеличение скорости до максимальной я уже шью, как вы понимаете, на этом увеличении, поскольку привыкла к машине. Также здесь есть положение иглы вниз, вверх. Также машина может шить без рук, без ног. Нажимаете, и она самостоятельно шьет. То есть автоматический пошив. Лапка поднимается. Я про эту кнопку вообще, если честно, забыла уже и только перед видео обновила память, поскольку я пользуюсь коленоподъемником. Также здесь есть вот такая вот функция ножнички. И эта функция позволяет поставить закрепку в конце строчки и обрезать нить. И, собственно, реверс. Давайте покажу, как установить коленоподъемник. Это многих пугает, но на самом деле ничего сложного нет. Главное, чтобы расстояние стола было не сильно большое, чтобы ширина коленоподъемника вот этого хватала. Вставляем немножечко как бы под углом. Вот так вот коленоподъемник должен вот так примерно идти. То есть не прямо. И, в принципе, до упора вставляем и пробуем. Все, у нас коленоподъемник установлен. Я, конечно, не оставлю вас без шитья, без пробы пера. Хотя я повторю, что вы можете посмотреть на работу машины у меня на канале. Давайте попробуем несколько строчек. Давайте попробуем начать с прямой строчки. Вот полностью, видите, я полностью управляю коленом. Потом давайте сделаем строчку вперед. И, предположим, в конце вы хотите сделать закрепку и обрезку нити. Нажимая на ножнички, я настроила этот момент. И, собственно, нить обрезается. Строчка заканчивается. Строчка получается вот такая красивая, хорошая, аккуратная, без каких-то особых настроек. Давайте, конечно, попробуем еще строчку зигзаг. И, как я уже говорила, мы можем строчку зигзага менять, ее ширину и, собственно, длину более размашистую делать. Ну, такую вот возьмем оптимальную. Кстати, вот сейчас будет максимальная скорость, тоже вам хочу и показать, достаточная. При этом машина не шумная в этот момент. И устойчиво стоит на столе. Так, ну и сделаем обрезку нити, закрепку. Хотя здесь на машине есть, как бы, тоже обрезчик нити. Вот такая прекрасная строчка получилась. Давайте попробуем, я поближе еще потом покажу, ну, какую-нибудь декоративную строчку, например. А давайте возьмем какую-нибудь швейную тематику. Пусть будет швейная машина. То есть на обычной лапке позволяет делать декоративную строчку. Но если хотите видеть больше пространства, стежки, там есть специальная лапка. Давайте сделаем парочку. Кстати, видите, на экранчике видим действие, то есть что сейчас делает машинка, какой стежок. Ну, такие смешные получились машины. Давайте попробуем еще какой-нибудь другой дизайн сделать. Давайте возьмем какие-нибудь такие листики. И мы их возьмем и сделаем такими размашистыми. Ну что, какие выводы можно сделать по поводу этой машины? И немножечко затрону тему, почему не надо сравнивать с промышленной машиной эту машину. Вообще, я уже снимала видео, у меня оно есть на канале, вы его можете посмотреть. Я не знаю, сколько лет назад я его снимала. Плюсы и минусы промышленной и бытовой машин. И там я четко рассказала о том, когда должна использоваться промышленная машина, когда должна использоваться бытовая машина. Не придумали, знаете, какую-то такую вот... А, пусть будут вот эти бытовые машины, ну, для непрофессионалов. Мы их скинем, короче, вот пусть шьют, там себе носки подшивают. А промышленные нужны для... Вот, если вы там зарабатываете на этом, если вы там шьете на заказ, то нужна обязательно промышленная машина. Это не так. Промышленная машина создана для промышленных масштабов. Такая машина должна быть постоянно в ходу и обслуживаться профессиональными мастерами. Такую машину можно переносить, это тоже для меня большое преимущество, поскольку могу шить здесь, могу шить там, могу еще где-то шить. И самое главное преимущество, самое вообще... Вообще вот просто, после которого даже остальные преимущества меркнут, это наличие различных функций у машины. Если вы имеете небольшую мастерскую или работаете из дома, многофункциональная машина, это то, что вам нужно. Я, кстати, была недавно на производстве. До этого я рассказывала в этом видео, что там существует машина прямая строчка, и вот она шьет прямую строчку только. Сейчас появились промышленные машины, которые имеют в своем функционале, например, еще и зигзаг. То есть машина делает и прямую строчку, и зигзаг. И вам не нужно покупать отдельно зигзаг, машинку с зигзагом. Но такие машинки никогда не обметают вам петли. Это отдельная машина, которая петли обметывает. И люди, которые пишут, что лучше бы я купила промышленную машину, лукавят, потому что в арсенале они должны иметь еще и, как минимум, машину для петли обметывания. То есть бытовая машина у них по-любому есть, вот для этих целей. Здесь очень красивые петли, это настоящее такое оборудование для профессионального шитья. И здесь отличные петли, которые можно выполнять также и на плотных пальтовых тканях. Многофункциональность для меня важна. И еще такой момент тоже. Многие пишут, что вот машина, которая многофункциональна, она хуже, чем машина, которая имеет одну функцию. Это, например, то же самое касается коверлаков. На самом деле нет. Сейчас все стремится к оптимизации производства. Вот недавно я была на производстве, ездила в Москву на съемки. Для наших съемок арендовали промышленный цех, в котором я имела честь немножко посидеть за промышленными машинами нового образца. Они тоже автоматизированные, у них также есть управление через экранчик. И вот, как я уже сказала, эта машина имеет, вот машина прямая строчка, имеет и прямую строчку, и зигзаг. Она настраивается так же сложно, но в принципе вот она вот так вот может. Это как бы многофункциональность для промышленной машины. И более того, я очень сильно удивилась, когда увидела на этом производстве коверлок промышленный. Я тоже рассказывала про то, что коверлок не бывает промышленным, не зная, что вообще-то уже бывает. Вообще-то и тогда, может быть, бывало, но я не знала этого. Я увидела там пятиниточный оверлок. Ну, как бы, я подумала, что это плоский шов. Машина плоского шва вообще имеет три нитки, то есть может обметываться тремя нитками. И я, конечно, очень сильно удивилась, впечатлилась, позвала портного, который там работает, попросила пояснить, что это такое. Она сказала, что это машина, которая и обметывает, и делает плоский шов. То есть, представляете, да, промышленное оборудование идет за бытовыми машинами, совершенствуя, как бы, вот эти вот моменты, что можно в одну машину вообще-то включить и различные другие качества. Но петли пока не включили. И вышивку не включили. И я думаю, что вышивка точно и петли, скорее всего, тоже не будет в ближайшем будущем нас ожидать. Эта машина предназначена для тех, кто хочет как-то разнообразить свое шитье. Вышивкой, декоративной строчкой, различными красивыми петлями. И в то же время комфортно шить. Преимущество у этой машины огромное. Перед моей машиной Fav Ambition 610. Как ни в рискорбе мне было бы это говорить, потому что я очень люблю свою машину Fav. С ней у меня связано очень много приятных воспоминаний и моментов, как я ее выбирала. Но эта машина мне понравилась больше. По функционалу, по своей комфортности и удобности шитья. По своей неприхотливости. Потому что я шила различные ткани и никак не настраивала ни натяжение нити, ни давление лапки. Возможно, это неправильно, но я ничего не делала. И строчка была идеальная. Эта машина идеально проходит утолщение. Даже без вот этих приспособлений, которые я вам показывала, я ими не пользовалась тоже. Машина идеально прошла утолщение. Я шила на ней юбку из такой плотной ткани, хлопковой типа джинсы, саржевого переплетения, с нанесенным рисунком. В местах нанесения рисунка ткань была еще плотнее. И я шила юбку со шлевками. Шлевки пришиваются настолько идеально. Не нужно ничего тянуть. Ничего. Машина сама подает эту толщину ткани и проходит ее без каких-либо сложностей. Тогда как я шила джинсовый костюм. На канале у меня тоже такие видео выходили. Вы можете посмотреть. Не буду гласловной. Шила джинсы. Там написано джинсы с трусами. Вы там можете видеть, как я сильно страдала. Я там рассказывала, что у меня несколько иголок сломалось просто при пошиве этих шлевок. А я уже не говорю про все остальное. Там много утолщений. Если бы я начала шить костюм на этой машине, я бы, конечно, получила гораздо больше удовольствия. В магазине бара я знаю точно, что можно попробовать пошить на машине. И перед покупкой, если вы живете в городе Боронеже или где-то недалеко, вы можете прийти и попробовать пошить на машине. И это, конечно, сильно отрезвляет, поскольку ты сразу понимаешь, за что такие деньги. Все, кто говорят, нет ничего лучше моей машины Подольск, вы просто не пробовали. И между машиной Fav Ambition и Bernina B590 очень большая пропасть. Я думала, что как бы, ну что мне еще надо, кроме строчек, которые есть в Fav Ambition. Я... Там декоративные строчки, вышивки там нет. Там декоративные строчки, обычные строчки, петли. Ну, если вы попробуете, попробуете плотные ткани, то вы поймете, прям придете с кусочком и попробуете. Поймете разницу, разительную разницу между этими вот машинами и машинами там Подольск или еще какие-то там. Мне писали, просто я на Подольск машине не шила. Я шила на машине Genome, Brother, Fav и вот на промышленных машинах. Еще по поводу каких-то поломок и ремонта. Естественно, у машины есть гарантийный срок. В магазине Barra, рядом прямо с этим магазином, есть Barra Service. Я туда ношу свои машинки на ТО. И там же я ремонтировала свои машинки. У них есть запас частей для Bernina. Но даже машины, которые у них нет этого запаса. Например, я приносила в ремонт Razer. И они нашли мне там игольную пластину. По-моему, у меня сломалась игольная пластина Overlocal. Я не помню уже, что именно мне сломалось, потому что я немного еще ломалась. Я относила туда. И они мне нашли. Как-то заказали, или как я не знаю, что они сделали. Как они это сделали. В общем, они мне нашли запчасть. То есть, это не проблема для них. Рекомендую вам туда обращаться. Там очень все прозрачно, очень все понятно. И напоследок оставила самое вкусненькое для тех, кто дошел до конца, посмотрел до конца это видео. Бернина – это премиальная техника. И вообще никаких скидок, никаких промокодов не подразумевает. Но в качестве исключения для моих подписчиков магазин Barra предоставил скидку. По промокоду SINIVA10 вы можете получить скидку на все оборудование в этом магазине. В магазине можно купить технику в рассрочку беспроцентную. В магазине есть доставка до вашего города. В магазине есть обслуживание, сервис и помощь в работе с машиной. В магазине также есть курс вышивки машины. Все свои потребности по поводу этой машины, которую вы присмотрели себе, закрыть там. И не забудьте поставить лайк этому видео. Я очень старалась и надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Все, я всех целую. Увидимся с вами очень скоро. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Кстати, у машины еще есть специальный чехол.